Фотоаппарат Добрый день, уважаемые телезрители! С вами снова PhotoAvexpo.ru и я Сергей Самсонов, начальник отдела тестирования. Сегодня у нас окончание теста Nikon D5-200 фотоаппарата, который оборудован откидным экраном средним оптическим видоискателем и имеет ряд таких интересных характеристик, как та же матрица 24 мегапиксела, это тоже чего-то стоит и имеет одну очень интересную характеристику, которую компания Nikon запустила только с последнего времени. Это возможность дистанционного управления фотоаппаратом с помощью вот такой коробочки и вот такого планшета. Вот такая коробка, которая на самом деле напоминает матрешку. Здесь внутри и есть беспроводной передач. Здесь лежит вот такая вот штучка. Обратите внимание, это еще не то, что мы ищем. Это только чехол. Сюда внутрь, собственно, и складывается беспроводной передатчик. Интересно, что чехольчик может быть легко повешен на ремешок и, собственно, сам беспроводной передатчик. Я предлагаю ее, кстати, сразу поставить в фотоаппарат. Итак, устанавливается вот эта штука в штекер. В штекер в USB-шний. Вот он, он здесь. Мы ее просто втыкаем. Ничего не произошло. Включили, замигало. Наверное, что-то ищет. Теперь давайте обратим внимание, как собственно... Итак, вот у нас планшет. Вон он у нас стоит, фотоаппарат. С включенным передатчиком Wi-Fi. Будем пробовать что-нибудь сделать. Находим настройки. Вот Nikon программа. Называется Wireless Mobile Utility. Говорит, что не может соединиться с камерой. Хочешь, открою настройки Wi-Fi. Ну, говорю, открой. И давайте найдем... Должна быть открытая сеть. Нажали кнопочку для подключения. Вот для чего кнопка нужна. Кнопка нужна как раз для того, чтобы подключиться. Ручная настройка, DHCP и так далее. Нажали Да. Вот он довольно-таки быстро. Находим опять программу. Опять запускаем ее с рабочего стола. Давайте поснимаем. Посмотрим, что видит фотоаппарат. Неужели я забыл снять крышку? Нет, крышка здесь. Сфотографировался. Теперь, говорит, перекачивает. Что-то перекачал. Унылый кадр. А, там еще включена вкусировка. А в фокс мне пришлось отключить. Возвращаемся в камеру опять. Давайте посмотрим настройки. Live View выключен. Почему? Ну, скажем им, что он будет включен. скачивать после того, как и таймер. Давайте таймер поставим. Есть еще функция просмотра картинок на фотоаппарате. Интересно, что данное устройство нам не позволяет вносить различные изменения в экспозицию, только просто снимать. Как-то, по-моему, не очень комфортно, как мне кажется. Но, тем не менее, что есть. Вот за время тестирования я успел наснимать на фотоаппарат 312 кадров. Сейчас он, по всей видимости, скачивает превьюшки под них, потому что за это время нереально по Wi-Fi сети скачать, собственно, все кадры, потому что я снимал в формате RAW. Вот, пожалуйста, картинки, которые попадут в тест. Не самый гладкий скроллинг, то есть он откуда-то их еще сейчас подтягивает. Вот это картинки. Что у нас здесь есть? Эта папочка он еще позволяет по разным этим ходить. То есть, и плюс вы можете вживую все это сразу скачать. Возвращаемся. Ага. Можно просматривать картинки здесь. А, картинки с фотоаппарата полученные. Собственно, вот и весь функционал. Функционал съемки заключается в том, чтобы просто нажимать на кнопочку, плюс есть таймер. Таймер будет работать только в режиме Live View. В остальном вариантов больше нет. Опять же, нажимаем на кнопочку, фотоаппарат фокусируется. Фокусируется быстро и вот он начинает сразу скачивать картинку. Картинку прямо с... что надо отдать ему должное, он качает именно в формате RAW. На планшете у меня есть конвертер для файлов RAW. Так что с картинками можно поработать и потом заслать их куда-нибудь. вот она уже сфокусированная. Пожалуйста. Можно увеличить. Естественно, в данный момент мы просматриваем JPEG-вариант картинки, которую он снял при текущих настройках. никакие настройки внести здесь нельзя. Вот он перелистывает и одновременно еще пытается процессить эти картинки. Мы можем соответственно фотографию эту расшарить куда-то, посмотреть ее параметры. Пожалуйста. неф 27 мегабайт. На фотоаппарате мы намеренно поставили JPEG. Причем JPEG Basic он занимает всего 4 мегабайта. Интересно, что можно переключиться в режим, когда съемка будет вестись с фотоаппарата, а сюда будут просто скидываться картинки, которые будут отслеживать процесс съемки. Интересное дело, то есть вы, допустим, будете куратором в студии и будете следить за тем, что там фотограф вам ничего не накосячил. Сфотографировали. Скачивает в таком разрешении он довольно-таки резво все. Пожалуйста, кадр. Вот он. Его мы, собственно, возьмем и расшарим. Как я уже сказал в Инстаграм. Выкладывает я их с планшета, а снимал я их на фотоаппарат. Применяем какой-нибудь фильтр черно-белый. Напишем Nikon D 5200 под Android. Уехал. Как только мы подключимся к Wi-Fi сети к нормальной, то есть нам надо будет отключиться от фотоаппарата, а у нас эта картинка соответственно уйдет и Инстаграм начнет обновляться. Ну, вот, собственно, и все. Тест оказался коротким. Мы переключаемся на нормальную Wi-Fi сеть, потому что что можно сказать? Радует хотя бы даже то, что камера работает стабильно, никаких глюков не вызывает. Довольно-таки все легко, надежно и удобно. То же самое можно делать, кстати, на телефоне, потому что на телефон у меня это приложение тоже установилось. Еще раз напомню, приложение называется с брендом Nikon Wireless Mobile Utility. По сути, его можно использовать только как кнопку дистанционного управления, управления, что, на мой взгляд, является довольно-таки серьезным недостатком. Если вы хотите больше функционала, компания буквально вот сейчас выпустила новую версию своего дистанционного блока дистанционного управления, он более функциональный. Уже новой версии позволяется, как говорят, полный контроль, однако она и больше, и более того, она... Итак, мы только что протестировали вот эту маленькую штучку, которая называется беспроводной перетачечки WU1A. В целом, удобная штука и действительно модное разрекламирование. К сожалению, на данной модели фотоаппарата она позволяет далеко не все, или, я бы даже сказал, очень мало. То есть, по сути, она позволяет ровно то же, что и пульт беспроводного управления на одной кнопке, то есть, с пуском. то есть, вы выставляете все параметры в самом фотоаппарате и просто нажимаете на кнопку. То же самое здесь. Да, не надо забывать про одну очень важную составляющую. Составляющая это коммуникационная. Коммуникации в наше время это очень важная штука, потому что, если вы пользуетесь пультом, ну да, ну, щелкнули вы, и у вас карточка точно так же попала в фотоаппарат. Однако, если вы пользуетесь управлением через планшет, вы можете эту фотографию прямо на лету отослать в ЖЖ. Ну, единственное, что у вас для этого должен быть интернет. То есть, для планшета, для телефона нужно купить местную симку, но зато на лету можно фотографии эти расшаривать прямо домой или на какой-нибудь сервис, фейсбук, для того, чтобы показать своим родным, знакомым, как вы отдыхаете, ездите в командировку и так далее. Не особо заботясь о том, насколько это быстро. То есть, вам не нужно эти фотографии перекачивать ни в какой компьютер. Проблем с этим не существует, потому что, ну, зачем, собственно, перекачивать фотографии в компьютер, если нужно просто так взять, с планшета поделиться и рассказать о чем-то всему миру. То есть, это то, что сегодня стандартно входит в нашу жизнь. Фотография печатная отмирает, а фотография цифровая продолжает существовать просто немножко в другом виде. И именно от того, насколько легко устройства смогут общаться с мобильными устройствами, все и зависит. Сейчас я хотел бы вам показать, как фотоаппарат умеет управлять удаленными вспышками. На самом деле он не умеет, потому что у него нет такого функционала. Когда мы снимали в студеных условиях тест, мы пользовались просто вспышкой, направленной в потолок. Но, сами понимаете, это не управление. Что касается управления, для управления, естественно, мы ставим сверху вспышку, воспользуемся родными вспышками Nikon. Возьмем одну Speedlight SB800. Ее мы поставим в режим управления. В режим управления эта вспышка может управлять тремя группами вспышек, плюс зажигать сама себя. Группа А, группа Б, канал первый. И в 5 и 6. Востаем вторую вспышку. Эта вспышка тоже SB800. Ее мы ставим на подставочку. И ее мы ставим уже в режим удаленного управления, который называется Remote. Естественно, по первому каналу, группа А. Для того, чтобы фотоаппарат лучше эту вспышку видел, мы ее направляем таким вот образом прямо на фотоаппарат. смотрим, что получилось. Вспышка сработала. Я думаю, вы это видели в самой камере. А это значит, что управление доступно, но одна большая тонкость. Для этого вам придется купить внешний блок управления. то есть по сути компания таким образом зажала своих потребителей и не предоставила им такой возможности. Однако, что компания Nikon все-таки сделала? Здесь есть другой режим. Есть режим вручной. В третьем пункте, который называется брекетинг вспышки, это E. Управление встроенной вспышки. Написано TTL или ручной. TTL или ручной. Мы ставим ручной на минимальную мощность 1.32. Вот, пожалуйста, поднимаем вспышку. На этой вспышке мы ставим соответственно уже режим не remote, потому что это автоматический через Nikon CLS режим SU-4. То есть она будет срабатывать постоянно. Давайте светим вот так. Работает. Что-то с ней случилось, она очень сильно жахнула. непрогнозируемо, но тем не менее. Ручной режим работает. То есть вы можете управлением на самой вспышке, а для этого, кстати, не обязательно покупать Nikon вспышку. Вы можете спокойно купить любую китайскую как бренда No Name, так и какой-нибудь Yonna. Они стоят примерно в 4-5 раз дешевле, и вам нет необходимости покупать полностью автоматическую вспышку Nikon. То есть тем, что компания убрала поддержку режима управления из своих автоаппаратов, она по большому счету наступила только на себе на мозоли. Дело в том, что таким образом она забирает у своих потребителей желание покупать вспышки самой компании. Ведь по большому счету что такое сегодня фотоаппарат? Фотоаппарат это получение зависимости от конкретной системы. Вы покупаете не просто фотоаппарат, вы покупаете байонет. Под этот байонет подходят только определенные объективы. Объективы производства. Nikon, Sigma или еще чего-то. Но под Nikon под этот фотоаппарат подходят только определенные вспышки. Однако вместо того, чтобы брать две вспышки для того, чтобы одной поджигать другую, пользователь может взять порядка 4-5 китайских вспышек и делать с помощью всего, что угодно, просто поджигая их с самого фотоаппарата. Потому что управление все равно будет только ручным. Вот в общем-то и все, что мы хотели сказать в нашем тесте. Что касается самого фотоаппарата. Окончательное заключение на его счет у нас следующее. Фотоаппарат фотоаппарат большой экран. Да, у него чуть поменьше разрешение, но тем не менее это достоинство его не умаляет. Здесь и джойстик восьмипозиционный, и вообще он в руке сидит очень удобно. Резинки, накладки резиновые, и в общем-то стабилизатор уже включенный в объективе, они действительно придают уверенности в собственных силах. То, что касается резкости, ну да, эти объективы проигрывают профессиональным, но не забывайте, что таким образом они получаются дешевле. То есть это очень неплохой бюджетный вариант как для фотографа-энтузиаста, так и для фотографа-начинающего. То есть если вы думаете, что будете потом расти, можете смело взять вот эту игрушку. Правда, объектив действительно стоит взять получше. И берите, экспериментируйте. Удобные функции, вот вроде открытого экрана, пусть даже по нему и фокусировка получается медленная, они действительно вам пригодятся. Не дерзайте, естественно, не останавливайтесь на достигнутом. А с вами была виртуальная выставка photoobxpo.ru Смотрите тесты на наших страницах, мы продолжим выпускаться в том же формате. Пока. Смотрите в следующем видео. Смотрите в следующем видео. Продолжение следует...